Вы, уважаемые дорогие, позвольте представить вам наш доклад, посвященный результатам юридического лечения, в том числе и достаточного холика в мозгах. Данное время актуально. Чистостояние достаточного права в мозге составляет порядка 10-20 случаев на 100 тысяч населения. В США в горе регистрируются 270 тысяч больных знаменной патологии и уделили из этой патологии в нейроанкологической помощи. Огряды западных стран составляют более 15%. Вообще есть такое мнение, что порядка 70% органов с онкологическим анонсом больше года имеют право иметь данную патологию. Деревья статистических областных права в мозгах, структуре ингредиентологической помощи в России составляет 1-16%, то уже в Республике Башкортостан, это данные, которые есть в России, а в 2006 году составляют 7,4%, а в Республике Сахареву тело – 6,2%. Структуры метастатического поражения до этого поражения, которые наиболее часто вырастут, это наиболее часто Продолжение следует... 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 Межполушальную локализацию, через межполушальную доступ, через островковый доступ и транскоррозным транскортикальным доступом приняты желудочковой локализации. Примет остаток субтитрового распространения, расположения и принимает наиболее прямые доступы в строительстве мочек за поражением. Приметский пример от единочного патчаза приходила в клубные патриотографии, после хирургического лечения контрольной МОД. Множественные очевидные положения, когда сказали виланом, потом уже был выявленный виланом органица. И тоже после двухограбливого хирургического лечения. Тоже виланом, пример суперкентриального или субтентриального очага. Тоже в состоянии правильного, то есть радикального, локального, так и неуму. Ближайшие результаты, как и суслечения улучшения, отличалось 87%, в случае где-то порядка 14% было улучшение, и следили виталий составлен 4,2%, что в принципе не июля не существует. На основании у нас составили группу диска, которые наиболее подприятны, и состав нужного диска, которые наоборот, наоборот, не подприятны в приятном среднем выживании. Всего, валили в группе с синхронными метастазами и метафронным тихо-минтестазами. Увыкновение с инстагронным метастазами на среднем продолжились шесть месяцев 12,8 месяцев, в то время это синхронные метастазы 8,2 месяца. Также сравнительный анализ был проведен в зависимости от морфологии наиболее многочисленных групп, и здесь на первое место выходила метастазы рака молочной железы, средняя продолжительность жизни 14,8, при метастазах рака легкого 10,2, и наиболее неблагоприятные оказались метастазы меланомы. Здесь средняя продолжительность жизни состояла 6,8 месяцев. При сравнении тоже множественных и одиночных метастазических поражений, средняя продолжительность жизни в группе с одиночными метастазами состояла 14,8, в то время, когда в группе с множественными метастазами 8,2 месяца. На основании вышеизложенного мы считаем, что хирургическое лечение метастазического поражения позволяет достигнуть быстрого регресса неврологической симптоматики, радикально-локально удалить опухолевый узел, быстро улучшить состояние больного и подготовить его к проведению одевантной терапии, и при неизвестном первичном очаге верифицирует морфологический диагноз. Несмотря на всю агрессивность данной патологии, позволяет в среднем достигнуть среднюю продолжительность жизни до 15 месяцев при удовлетворительном качестве и уровне социальной адаптации. Спасибо за внимание. Это первый вопрос. А второй вопрос. Будете ли вы оперировать крупный метастаз при все-таки множественном поражении головного мозга? Значит, по поводу первого вопроса, то, что одевантное. Да, мы даже проводили анализ того, что у нас была группа больных с множественными или с одиночными метастазами, с хирургическим лечением, и потом с проведением общего облучения головы в послеоперационном периоде. Лучевики использовали стандартную методику. Где-то 30% лучевой нагрузки они давали локально на тот очаг, который мы удаляли. И остальные 70% лучевой нагрузки проводили общее облучение головного мозга. Суммарно, где-то, говорю же, порядка 20 грей получала локальная зона, и порядка 30-40 грей уже проводилось общее облучение головного мозга. К несчастью, вот небольшие были сопоставимые группы, порядка 45 без общего облучения, порядка 30. Я просто уже не стал в эту презентацию эти данные давать. Я их на съезде в 2012 году уже докладывал. У нас такой существенной, и чтобы она была репрезентативной, группа не получилась. Поэтому мы вот этот фактор уже как-то отстранили. Хотя есть, наверное, всего три рандомизированных исследования по метастатическим поражениям, и одно из них посвящено именно общему облучению головного мозга. И там проводятся убедительные данные, что только даже облучение, общее облучение головного мозга позволяет достигнуть среднюю продолжительность жизни порядка 6,8 месяцев без никакого хирургического лечения. Но я могу оперировать только теми цифрами, которые получили мы, и поэтому мы это не выносим так на общее обсуждение. И второй вопрос. И по поводу, будете ли вы оперировать крупный очаг при множественных... Да, да, это довольно-таки часто у нас практикуется, особенно после того, как открылся у нас центр гамма-ножа. Там даже они достаточно часто нам присылают пациентов, чтобы удалили вот один очаг. Но здесь, конечно, много факторов, но мы не можем все это вкупе оценивать. Иногда, конечно, на фоне именно нестабильности первичного очага мы можем получить осложнение, но больше даже осложнение от первичного очага. Иногда в ходе лечения даже короткого послеоперационного периода остальные клинически незначимые до операции очаги дают какую-то манифестацию. Но это составляет не больше 6-7% от всех наблюдений. А так, я же говорю, у нас даже именно совместное сотрудничество с центром гамма-ножа, который сейчас в Петербурге активно работает, мы так и поступаем. Они специально для этого присылают пациентов. Я хотела бы просто добавить, что, как радиотерапевт, показания для облучения всего объема головного мозга сейчас неуклонно сужаются. А обработать лучевым образом, повоздействовать на ложе удаленного метастаза, причем подвести туда хорошую дозу, допустим, даже если ложе будет крупнее 3 см, то есть это явно показания уже не для гамма-ножа, но, может быть, и не для кибер-ножа еще, а для лучевого воздействия, это, в общем, в наших руках. Нет, я с вами абсолютно согласен. Говорю же, вот это рандомизированное исследование тоже свидетельствовало об этом. Ну, у нас вот хоть немногочисленное, но вот эта работа была проделана. И, знаете, вот локальные рецидивы мы получали в лучшем случае в 12-15% случаев. Обычно это было манифестацией или в другом очаге этого заболевания, или, наоборот, клиническая значимость остальных очагов, которые не были подвержены хирургическому лечению. И у нас вот эта статистически достоверная разница в продолжительность жизни, их не было получено. Поэтому мы на этом не акцентируемся. Спасибо.